Доброе время суток, товарищи! В этом ролике мы постараемся рассказать подробнее о программе Source to Viver. Поехали! Итак, вы зашли на официальную страницу проекта и скачали программу. После её запуска откроется примерно следующая картина. Обо всём по порядку. Консоль, оно же чёрное окошко, служит для отображения выполненных операций внутри программы. Никак взаимодействовать с ней нельзя, только копировать текст. Кнопка Open в первую очередь служит для открытия ВПК-архивов. Однако, программа способна открывать не только их. Это могут быть отдельно собранные в какой-то из папок 3D-модели, текстуры, звуки. Но что более интересно и неочевидно, программа способна считывать такие форматы, как BIN и DAT. Например, файл субтитров из Half-Life Alyx, откуда мы брали для перевода текст реплик Alyx и Рассела. К сожалению, данные файлы нельзя редактировать, только просмотр и копирование в буфер памяти. В целом, с помощью Source 2 Viewer можно читать большинство текстовых форматов в Source Engine. Продолжим изучать интерфейс. Вкладка Explorer позволяет экономить ваше время. Программа сама обнаруживает установленные в Steam игры и их архивы. Чтобы открыть папку с игрой, кликните по ярлыку два раза. Чтобы выбрать один из ВПК-архивов игры, раскройте плюсик. Чтобы перейти к папке с выбранным ВПК, нажмите правый клик мыши. Если дважды кликнуть по архиву, он будет открыт в отдельной вкладке. Нужно отметить, что вы можете держать одновременно открытыми множество архивов и файлов, чего никогда не мог GCS Escape. После того, как вы открыли выбранный архив, вы можете отметить файл, папку или и то, и другое в правом окошке. После чего с помощью правого клика мыши выполнить одну из двух операций. Первая извлечет отмеченные файлы в выбранную вами папку. А вот вторая, в случае если файл поддерживается программой, будет докомпилировать его в читаемый формат. Например, файлы VSND можно экспортировать как в WAV, так и в MP3 файлы. Также вы можете прослушать аудио прямо в редакторе, прочесть информацию о настройках этого файла или о том, каким он был до конвертации. Теперь о текстурах. Их тоже можно просматривать как информацию о них. Vitex можно декомпилировать в обычное изображение отдельным файлом. Можно, кстати, указать в каком формате. Если декомпилировать VMAT файл, вместе с ним цепочкой будут добавлены в папку все используемые им изображения сразу. Также, скопировав путь или имя файла, в архиве можно отыскать все файлы, имеющие общее слово в названии. Обратите внимание, не все функции программы пока что работают исправно. Иногда они могут вызвать краш или отказ в работоспособности других функций. Если вернуться ко вкладке Explorer, вы сможете заново открыть один из архивов, записанных в истории. Это избавит вас от нужды каждый раз вручную искать архив среди папок вашего компьютера. Если в Resin Files скопится слишком много ненужных архивов, вы сможете очень просто очистить список. Игровые уровни. Source Engine 2, они отныне хранятся в отдельных друг от друга ВПК архивах. Давайте откроем один из них. Нужно честно признать, декомпиляция карт на момент 23-го года оставляет желать лучшего, по разным причинам. Однако, если вы решите это делать, просто выберите vimap.c файл и декомпилируйте его в правильную директорию. А именно в контент, папку и производные от нее. Не в гейм. После чего появится окошко декомпиляции. И вы узрите, как устроены уровни в Source 2 на самом деле. Никакого брашворка. Карта – это огромный пазл, состоящий из десятка или сотен 3D-моделей. И когда вы загрузите проект в Hammer, то увидите, во-первых, что вся геометрия карты разбита на стадик проб модели, которые еще нужно превращать в редактируемые мэши. А во-вторых, декомпиляция не всегда идет по плану. И вы можете, и скорее всего, увидите вот такие артефакты вместо нормальных моделей. Когда геометрия будет обращена в редактируемые мэши, могут появляться еще и проблемы с текстурами. От этого всего пока что не уйти. Даже после обращения в мэши, значительные участки карты будут все еще оставаться цельными объектами, которые вам придется разрезать на отдельные составляющие. Но мы увлеклись. Вернемся же в нашу программу. Мы можем просматривать контент карты. Давайте остановимся на кубмапах. Как вы можете видеть, они напоминают анимационную текстуру из первой версии Source. К сожалению или нет, мы не сможем автоматически декомпилировать кубмапы так, чтобы они сохранились как отдельные файлы, только в ручном режиме. И брашевые сущности, к сожалению, идут отдельным плацдармом. То есть, их попросту не будет в вашей декомпилированной карте. Вы можете декомпилировать их как 3D-модели и добавить заново на карту как сторонние объекты. Возможно, в последующих версиях программы это будет проработано. Однако, несмотря на все минусы, есть и плюсы. Мы можем изучить внешний вид карты прямо здесь. Вам будут доступны разные режимы рендера. Color или Full Bright могут облегчить рендер карты. Также, в настройках можно указать максимальный размер текстур в кадре и ФОВ камеры. Скорость полета камеры регулируется, как и в Hammer, с помощью колесика мыши. Как и в Hammer можно скрывать определенные категории объектов. А в отдельной вкладке можно увидеть список используемых файлов, которые можно отдельно открыть и декомпилировать. На этом можно сказать, что все. Обязательно следите за обновлениями программы, чтобы быть в курсе нововведений. А мы прощаемся до следующего раза. Удачи, тамодачи!